Паля пытается проникнуть туда, где я кормлю его, а он внимательно наблюдает за этим, как мать пытается пролезть. Ей очень хочется, там вкусная рыба, я ему там икры дал, молоки. Паля оказалась такая любящая мать и буско тоже. Теперь куда дальше? Еще пониже. Вот так, оборвался маленький. Вот мягкий ковер. Сейчас она смотрит на него. О, увидал ее, все, вот так, поволокся. Ладно, буду ждать тогда. Да нет вроде, нормально все. Ага, с Богом, брат, понял? Спасибо, Христос, тебе. Игорь Дубунов сегодня заберет. Отлично. Повезет Марину на работу, холодно сегодня. А сегодня, между прочим, сколько градусов? Много уже, наверное. Сейчас посмотрим. Сейчас мне интересно, как он куда дальше пойдет. Вот сейчас я освещаю. Показать разуме, когда он пошел туда, где спал раньше. Но сейчас он на второй этаж лезет. А играет с тенью. Так, по дощечке подниматься и кверху будет. Так, лет не хочет. На флягу. Как бы нога не застряла. Приноровился к матери прыгать. Не рассчитывает иногда. Прыгнет, а там газета. Газета за ним. Ой, как охота ему. Интересно же, как так потихоньку пробрался. Вот так. Я хотел показать, как он поднимается кверху туда. Он на третий этаж уже, наверное, скоро залазить будет. Пошел. Тут мешки у нас с картошкой, с луком, с горохом. Везде все проверят. Мышатник. До того, кошки хорошие. Вот она. Пошел. Ему надо прыгать, играть. А она тут норопетно водит. Вот про это я и говорил. Накрыла его газетой. Убрать надо оттуда газеты. Убери на кровать подальше туда. Он прыгает и стаскивает за собой. Туда дальше все положить. Вот он. Там у него кверху он залазил, как я ему сделал из мешковины. Сейчас. Как мышонок. Гляди, гляди, гляди. Взорвался. Выделился. Выход силы сделал. Это сальто. Он там ударится головой на флягу. Надо флягу чем-то закрыть. Какой-то мешковиной. Закрой. Вот он теперь наверху уже. Это второй этаж. А что ты, костюм хороший мой? Ну, положи. Пускай лежит. Я его зимой не ношу. Так, сверху положи, чтобы он свист на обе стороны. И вот так. Если он упадет, мягко будет на флягу. Вот. И дверку шибко не открывать, иначе он рубанется по этому. Тут можно прикрыть ее. Все. Вот он теперь дальше там пошел проверять все. Ну, ему уже два с половиной месяца, наверное. У него не записан день рождения где-то. Он играет помидорами. Помидорчики там остатки зеленые. Он их катает. Паля пошла. Паля пошла теперь. Вот она. Все пошла. Вот. Но она на второй этаж к нему. А он сразу к ней, конечно, играет. Она дает свои глаза. В ней тут как интересно сияет. Вот повернет глаза. А глаза такие делаются. Я... О, как блестят такие. Фары. Фары. А вон там играет, играет, играет. Непрерывно. Она сейчас пойдет туда ляжет. Если он сразу сосать будет ее. Вот положи их тут. Вот он на то можно положить. На кровать. Это батюшкины валенки. Большие вон. Так. Это одеяло что-то тоже закрывает все время. Направо туда, вплотную к стенке. Вон туда. Бумагу убрать. И без бумаги положить. Вот так. Вплотную к стенке, чтобы он за ней не мог попасть. И тут что-то еще. Вот здесь убрать маленько. А то мешает. Все. Вот. Теперь он на глазах. Весь. Там это поднялась бумага. Видишь как это. Убери-ка ее бумагу всю эту оттуда. Собери. А то для помидоров клали бумагу. Все. Выбери сколько возможно. Вот так. Дать им простор. Вот сюда на кровати положи. Это для ростов. И там тоже убрать, чтобы он за них не прятался. О. О. Пада заскочила сюда. Куда? 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 Под эту. Ему играть надо. Он упадет оттуда. Сюда все делает. Если он через борт прыгнет, то тут мягко это упадет. О. Приступом идет. Ушится. Будто мыши там у него. Ушки маленько красненькие. От матери. Синхронно. И все скажется. Ребенок. С помидорами играет, гоняет. Там торчит мне не нравится. А дальше прилепи ее прямо за батарею. Там поставь вертикально сумку эту. Чтобы у него была открыта. Туда в угол. Вот так вот. Заткни ее, чтобы он не уронил ее. Хорошо заткнуть надо. И узнать, что там за коробка. Все. Вот теперь ему простор. Слепой был. Повторяю. Слепой. Совершенно слепой. Сидел-сидел. Вылезет там из гнезда. Опять посидит и назад. А сейчас. Уву удержу нету. Господь дал ему зрение. Вот он. Вот сколько движений. Как показывает, внук играет, внучка, бабушка. И как он только не устает. А он смотрит, баба дремит. И как она только не устает дремать. Затухает жизнь. Помню, мама наша шла на работу. Доить коров-то. И говорит. А уже шестьдесят лет было. Как кто по затылку стукнул, говорит. Закачалась, говорит. И в канаву упала. Посмотрела. Никого нигде нет. Встала и говорю. Земля зовет. То есть спокойно так о смерти, как об обыденном явлении. Там два брата у него на той стороне. Я сегодня схожу, покажу, какие они. Как играют. И сам переворачивается. И все только не делает. А мать тут сидит. Как муфточки, лапки под себя. Она пушистая очень. И приходится, эти колтуны на ней набиваются. Шерсть скатывается, как валеных. Приходится растеребливать, а не стричь. Чтобы не оголилась спина. Вот он в другом месте. Новый помидор гоняет. Борьба. Это в городе живем. В городе. Там они в деревне. Вот. Еще один помидор взял. Ему все разрешается. Видал как? Ать. Куда палит? Это я пальцем эту шевелю. Она. Так. Пошла. Все. Если она сейчас ляжет отдыхать, он сразу под нее. Вот как надо вздыбился. Ей не охота, чтобы он сосал. То есть у нее там все подсыхает. Уже нет. Он тянет ее. А она хочет кверху. На третий этаж. А ему туда дороги нету. Она уже прячется от него. Куда она пойдет дальше? Пошла. Вот она. Пошла. Сегодня так где-то 26 градусов или 27. Сейчас посмотрим. А где? А эта. Бабушка спит здесь рыжая. Но интеллигентная. Интеллигентная. Пошла.